Христос 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 Деяние святых апостолов Павел, вознегодовав, обратился и сказал духу «Именем Иисуса Христа повелеваю тебе выйти из нее». И дух вышел в тот же час. Тогда, господа, увидя, что исчезла надежда дохода их, схватили Павла и Силу и повлекли на площадь к начальникам. И приведшие их к воеводам сказали «Сие люди, будучи иудеями, возмущают наш город и проповедуют обычаи, которых нам, римлянам, не следует ни принимать, ни исполнять». Народ также восстал на них, а воеводы, сорвавши с них одежды, велели бить их палками и давшие много ударов, ввергли в темницу, приказавши темничному стражу крепко стеречь их. Получив такое приказание, он ввергнул их во внутреннюю темницу и ноги их забил в колоду. Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога. Узники же слушали их. Вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебалось основание темницы. Тотчас отворились все двери, и у всех узы ослабели. Темничный же страж, пробудившись и увидев, что двери темницы отворены, извлек меч и хотел умертвить себя, думая, что узники убежали. Но Павел возгласил громким голосом, говоря, «Не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь». Он потребовал огня, вбежал в темницу и в трепете припал к Павлу и Силе. И, выведши их вон, сказал, «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» Они же сказали, «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». И проповедали слово Господне ему и всем, бывшим в доме его. И, взяв их в тот час ночи, он омыл раны их и немедленно крестился сам и все домашние его. И, приведший их в дом свой, предложил трапезу и возрадовался со всем домом своим, что уверовал в Бога. «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа». От Иоанна Святое Благовествование И, проходя, увидел человека, слепого от рождения. Ученики его спросили у него, «Рави, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?» Иисус отвечал, «Не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии. Мне должно делать дела пославшего меня. Доколе есть день, приходит ночь, когда никто не может делать. Доколе я в мире, я свет миру». Сказав это, он плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому. И сказал ему, «Пойди умойся в купальне Силаам, что значит посланный». Он пошел и умылся, и пришел зрячим. Тут соседи, видевшие прежде, что он был слеп, говорили, «Не тот ли это, который сидел и просил милостыни?» Иные говорили, «Это он, а иные похож на него. Он же говорил, «Это я». Тогда спрашивали у него, «Как открылись у тебя глаза?» Он сказал в ответ, «Человек, называемый Иисус, сделал брение, помазал глаза мои и сказал мне, «Пойди на купальню Силаам и умойся». Я пошел, умылся и прозрел». Тогда сказали ему, «Где он?» Он отвечал, «Не знаю». Повелись его бывшего слепца к фарисеям. А была суббота, когда Иисус сделал брение и отверз ему очи. Спросили его также и фарисеи, как он прозрел. Он сказал им, «Брение положил он на мои глаза, и я умылся и вижу». Тогда некоторые из фарисеев говорили, «Не от Бога этот человек, потому что не хранит субботы». Другие говорили, «Как может человек грешный творить такие чудеса?» И была между ними распря. Опять говорят слепому, «Ты что скажешь о нем, потому что он отверз тебе очи?» Он сказал, «Это пророк». Тогда иудеи не поверили, что он был слеп и прозрел, доколе не призвали родителей сего прозревшего, и спросили их, «Это ли сын ваш, о котором вы говорите, что родился слепым? Как же он теперь видит?» Родители его сказали им в ответ, «Мы знаем, что это сын наш, и что он родился слепым, а как теперь видит, не знаем, или кто отверз ему очи, мы не знаем». «Сам в совершенных летах, самого спросите, пусть сам о себе скажет». Так отвечали родители его, потому что боялись иудеев, ибо иудеи сговорились уже, чтобы кто признает его за Христа, того отлучать от синагоги. Посему-то родители его и сказали, «Он в совершенных летах, самого спросите». И так вторично призвали человека, который был слеп, и сказали ему, «Воздай славу Богу, мы знаем, что человек тот грешник». Он сказал им в ответ, «Грешник ли он, не знаю. Одно знаю, что я был слеп, а теперь вижу». Снова спросили его, «Что сделал он с тобою, как отверз твои очи?» Отвечал им, «Я уже сказал вам, и вы не слушали, что еще хотите слышать, или и вы хотите сделаться его учениками». Они же укорили его и сказали, «Ты ученик его, а мы Моисеевы ученики. Мы знаем, что с Моисеем говорил Бог, сего же не знаем, откуда он». Человек, прозревший, сказал им в ответ, «Это и удивительно, что вы не знаете, откуда он, а он отверз мне очи. Но мы знаем, что грешников Бог не слушает. Но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает. От века не слыхано, чтобы кто отверз очи слепорожденному. Если бы он не был от Бога, не мог бы творить ничего». Сказали ему в ответ, «Во грехах ты весь родился, и ты ли нас учишь?» И выгнали его вон. Иисус, услышав, что выгнали его вон, и, найдя его, сказал ему, «Ты веруешь ли в Сына Божия?» Он отвечал и сказал, «А кто он, Господи, чтобы мне веровать в Него?» Иисус сказал ему, «И видел ты Его?» И он говорит с тобою. И он говорит с тобою. Он же сказал, «Верою, Господи!» и поклонился ему. И мимо еды видит человека слепо от Рождества, «И попросиши Его ученицы Его глаголище, рови, кто согреши, сей ли или родители Его, да слеп родися!» Отвеча Иисус, «Не сей согреши, ни родители Его, но доявятся дела Божии на нем. Мне подобает делать и дела пославшего мя, донь деже день есть. Придет ночь, егда никто же может делать и, егда в мире есть свет есть миру. Сидя рек, плюна на землю, и сотвори брение от пленавения, и помаза очи брением слепому, и речи ему, «Иди, умыся в купере села Амсе, ежесказается послан, иди же, и умыся, и прииде, видя. Соседи же, и же бяху, видели Его прежде, яко слеп бе глаголуху, не сей ли есть сидя и просяй? Обе глаголуху, яко сей есть, и ни же глаголуху, яко подобен Ему есть, он же глаголуша, яко ас есть. Глаголуху же ему, како ти отверзоси сего чьим? Отвеча он и рече, «Человек, нарицаемый Иисус, брение сотвори, и помаза очи мои, и речемии, иди в купель села Амлю, и умыся, шед же, и умывся прозрех». Режи же ему, кто то есть, глагола не вен, ведоши же Его к фарисеям, и жеби иногда слеп. Бе же суббота, егда сотвори, брение Иисус, и отверзи Ему очи. Паки же вопрошаху Его, и фарисея, како прозре, он же рече им, брение положи мне на очи, и умыкся, и вижу. Глаголуху же отвори сей днецей, не сей от Бога человек, яко субботу не хранит. Пови глаголуху, како может человек грешен, сицева знамя не творите, и распрябе в них. Глаголуху уба слепцу, паки, ты что глаголиши во нем, яко отверзи в очи твоим, он же рече, яко пророк есть. Не яши уба веры иудеи о нем, яко слепбе и прозре, донди же возгласиши родителя того прозревшего. И вопросиши, я глаголюще, сей ли есть сын ваю, яко же вы глаголите, яко слепб родися, како уба ныне видит. Отвечасся им родители его иреста, вемы, яко сей есть сын наю, яко слепб родися, како же ныне видит, не вемы, или кто отверзи ему очи, мы не вемы, сам возраст имать, самого вопросите, сам о себе да глаголит. Сия ли коста родители его, яко боясся си жидов, уже бубяку сложили си жидови, да аще кто его исповесть Христа, отлучен сонмище да будет. Сегуради родители и горе коста, яко возраст имать, самого вопросите, возгласише же тарицею человека, иже бесслеп и реши ему, дашь славу Богу, вы вемы, яко человек сей грешен есть. Отвечас же он ирече, аще грешен есть не вем, едино вем, яко слепб бег, ныне же вижу. Реши же ему паки, что сотвори тебе, како отверзе очи твои? Отвеча им, рекох вам уже и не слышите, что паки хочете слышите, и да и вы, ученицы его, хочете быть. Они же укориши его и реши ему, ты ученики си того, мы же моисеевы исьмы ученицы, мы вемы, яко моисеевы, глагола Бог, сего же не вемы, откуда есть. Отвеча человек крича им, осем бодзивно есть, яко вы невесте откуда есть, и отверзе очи мои. Вем же, яко грешники Бог не послушает, но аще кто богочтец есть и волей его творит, того послушает. Отвеча не слышано, яко кто отверзе очи слепу рождену, аще не бы был сей от Бога, не мог бы творить ни си сожи. Отвеча ши и реши ему, вогле всех ты родился и си весь, и ты ли не учишься, и изгнаша его вон. Услыша Иисус, яко изгнаша его вон, и обрет его, речи ему, ты веруешь ли в Сына Божия? Отвеча он и речи, и кто есть Господи, доверуй в него. Речи же ему Иисус, и видел и си его, и глаголи с тобою, той есть. Он же рече, веруй в Господи, и поклонись ему. Не думай, человек, чтобы во всем иноческом делании было какое-либо занятие важнее ночного бдения. Подлинно, брат, оно и важно, и весьма необходимо для воздержного. Если у подвижника не будет рассеяния и возмущения делами телесными и попечением о приходящем, но соблюдет он себя от мира, бдительно будет охранять себя, то ум его в краткое время воспарит как бы на крыльях, и возвысится до услаждения Богом, скоро приедет в славу его, и по своей удободвижности и легкости погрузиться в видении, превышающем человеческое понятие. Если монах с рассудительностью пребывает в обдении ума, то увидишь в нем как бы неплатоносца, ибо подлинно это дело ангельского чина. Невозможно, чтобы те, которые всю жизнь проводят в этом занятии, оставлены были Богом без великих дарований за их трезвенность, бодрственность сердца и попечительное устремление к нему помыслов своих. Душа, трудящаяся над тем, чтобы пребывать всем бдении, и отличающаяся он им, будет иметь херувимские очи, чтобы непрестанно возводить ей взор и созерцать небесное зрелище. Думаю, что сведением и рассудительностью, избравшему этот великий и божественный труд и решившемуся нести на себя тяготу сию, невозможно не подвязаться в этом прославленном, избранном им деле и не охранять себя днем от мятежа сходбищ и от попечения о делах, в опасении иначе лишиться дивного плода и великого наслаждения, такое надеется получить от сего. Кто не родит о сём, о том смело скажу, что не знает он, для чего трудится, воздерживается от сна, томит себя продолжительным стихословием, утруждением языка и всеночным стоянием, тогда как ум его не участвует в псалмопении и молитве его, но как бы водясь привычкой, трудится без рассуждения. И если это не так, как сказал я, то почему же лишается он возможности при постоянном своём сеянии, над которым трудится, пожать великие благодеяния и плод? Ибо если бы вместо сих забот упражнялся он в чтении божественных писаний, которые укрепляют ум, особливо же служит орошением молитвы и помогает бдению, тесно соединённому с молитвою и вместе подающему свет уму, то всём чтении обрёл бы вождя на стезю правую, обрёл то, в чём семя всего питающего молитвенное созерцание и что удерживает помышление от парения, не даёт им кружиться и питаться суетным, непрестанно посевает в душе пометование о Боге, указует пути святых, благоугодивших Богу и делает, что ум приобретает тонкость и мудрость, словом, обрёл бы зрелый плод таковых деланий. Для чего же, человек, так нерассудительно распоряжаешься собою? Ночью совершаешь всеночное стояние и утруждаешь себя псалмопениями, песнословиями и молениями, но тяжёлым и немалым кажется тебе прекратко временной рачительности во время дня сподобиться благодати Божией за злострадание Твое с другом. Для чего утруждаешь себя и ночью сеешь, а днём уничтожаешь труд свой, оказываешься бесплодным, расточаешь бодрственность, трезвенность и горячность, которую приобрёл, напрасно губишь труд свой в тревожных собеседованиях с людьми и вещами без всякого основательного к тому предлога. Ибо, если бы у тебя ночному упражнению сообразными сделались дневное делание и горячность сердечной беседы, и не было бы промежутка между тем и другим, то в короткое время мог бы ты припасть к Персим и Иисусовым. Но из всего явствует, что живёшь ты нерассудительно и не знаешь, для чего монахам надобно бодрствовать. Думаешь, что установлено сие для того только, чтобы трудиться тебе, а не для чего либо другого, отсюда происходящего. Но кто сподобился дознать по благодати, в какой надежде подвижники противятся сну, делают принуждение природе, и в бодрственном состоянии тела и помышлении своих каждую ночь приносят прошения свои, тот знает силу дневного охранения, знает, какую помощь даёт оно уму в ночном безмолвии. Какую берёт власть над помыслами, да какой доводит чистоты, как непринужденно и без борьбы даётся уму рой добродетелей, и свободно познаёт он благородство помыслов. А я присовокуплю, что если бы тело по немощи своей ослабело и не могло поститься, то ум одним бдением может привести в благородство душу и дать уразумение сердцу к дознанию духовной силы, если только не уничтожится это умножением во время дня причин противодействующих. Посему тебя, желающего приобрести трезвенный пред Богом ум и познание новой жизни, умоляю во всю жизнь твою не быть неродивым к пребыванию в обдении, ибо им отверзутся тебе очи увидеть всю славу сего жития и силу пути правды. А если чего-то не будет, снова появится в тебе помысл облинения и станет может быть гнездиться в тебе, потому что восхочет искусить тебя помощник твой, обыкновенно попускающий тебе во всем подобном всему, в горячность или то, или в холодности, изменяться по какой-либо причине, или по нем ищет тело, или по оскудению у тебя сил к перенесению труда, обычно совершаемых тобою, продолжительного псалмопения, напряженной молитвы, многочисленных коленопреклонений, какие обыкты совершать, то с любовью умоляю тебя. Если не станет в тебе этого, и невозможешь исполнять всего, то хотя, сидя, бодрствуй и молись сердцем, но не засыпай, и все меры употреби без сна, провести ночь, сидя и занимаясь добрыми мыслями. Не ожесточай сердце своего, не омрачай его сном, и снова приедут к тебе по благодати прежняя горячность и легкость и сила, и возрадуешься, скача и благодаря Бога, потому что холодность сия и таковая тягость попускаются на человека для испытания и искушения. И если возбудит он себя с горячностью и с малым себе принуждением отресет себя это, то приближается к нему благодать, как было прежде, и приходит к нему иная сила, в которой сокрываются всякое благо и все роды помощи. И в изумлении дивится человек, припоминая прежнюю тягость и нашедшую на него легкость и силу, и представляя себе эту разность и удободвижность и то, как внезапно приел он в себя такое изменение. Из сего времени делается мудрым. И если найдет на него подобную тягость, знает это по-прежнему своему опыту. А если человек не будет подвязаться в первый раз, то не может приобрести сей опытности. Видишь ли, сколько умудряется человек, когда возбудит себя несколько и претерпит во время браний, только бы не изнемогло телесное естество. Но это уже не борьба, а необходимость немощи. И во всем случае нет пользы бороться с природой. Во всех же прочих случаях хорошо человеку принуждать себя ко всему, что полезно для него. Всегдашные безмолвие вместе с чтением, умеренные вкушения снедий и бдение скоро возбуждают мысль к изумлению, если не будет какой причины нарушающей безмолвие. Мысли, возбуждающиеся в безмолвствующих сами собою без преднамеренного усилия, делают, что оба ока, льющимися из них слезами и обилием своим омывающими ланиты уподобляются купели крещения. Когда же тело твое укращено воздержанием, бдением и внимательностью к безмолвию, но почувствуешь, что в теле твоем безъестественного движения возникает блудная страсть, тогда знай, что искушен ты помыслами гордыни. Примешай пепло в пищу свою, прилепи к земле чрево свое и разыщи, о чем ты помышлял, да знай изменение естества своего и противоестественные дела свои, и тогда может быть помилует тебя Бог, пошлет тебе свет, чтобы научиться тебе смирению и не возрастал в тебе грех твой. Посему не перестанем подвизаться и прилагать старания, пока не увидим в себе покаяние, не обретем смирение и не упокоится сердце наше в Боге. Ему слава и держава во веки веков. Аминь. Живые в помощи Вышняго в крови Бога Небесного во дворица кричит Господи весь заступник мой и прибежище мое Бог мой и уповай на него я коту избавят тебя от сети ловчей и от слави семя тежно плечма своем осенит тебя и под крыльей его надеяшися оружием обыдет тебя истинно его не убоившись от страха ночного от стрелы летящего дни от вещи во тьме приходящие от зрящие бесополуден ногу подет от страны твоя ты сащает младесную тебе к тебе же не приближится оба чьим от твоим осмотришь и воздаяние грешников узреши яко ты господи упование мое вышнего положилось и прибежище твоим не придет к тебе зло и рано не приближится телеси твоему яко ангелам своим заповести тебе сохраните тебя во всех путях твоих на руках возму тяда никогда преткнешь оками ногу твою наспи да и василиска наступишь и поперешь и льва и змея яко наме упова и избавлю и покрыю и яко позна имя мое воззывет ко мне и услышу его с ним есть скорби изму его и прославлю его долго тою дни исполню его явлю скоро отнюдь уже приидет помощь моя помощь моя от господа сотворшего небо и землю не дашь во смятение ноги твои яниже воздремлет храняй тебя все не воздремлет ниже уснет храняя израиля господь сохранит тебя господь покров твой на руку десную твою в одни солнце не ожет тебе ниже луна ночью господь господь сохранит тебя от всякого зла сохранит душу твой господь господь сохранит вхождение твое и исхождение твое отныне и до века господь ПЕСНЯ 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 ПЕСНЯ